Снег, который начался в Кирове в эти выходные, синоптики назвали аномальным. Такие осадки выпадают редко в начале осени. В эти дни увидеть снежинки также можно было в Пензе и Казани. По народным приметам, первый снег выпадает за 40 дней до настоящей зимы. По словам метеорологов, такая погода сохранится ближайшие три дня. Днем температура будет плюсовая, а к вечеру столбик термометра будут опускаться до нуля. На дорогах, предупредили в ГИБДД, возможно налить. О том, что еще произошло в городе и области, узнаете из короткого видеообзора. Электронные паспорта будут выдавать с рождения. Уже в 2016 году такой документ сможет получить каждый житель России. Как считают в российском правительстве, наиболее активно применять новые документы будет молодежь от 14 лет. Поэтому с молодыми людьми хотят начинать работать раньше, с 2015 года. О старых паспортах можно не переживать. Они останутся действующими еще несколько десятков лет. Бюджет области теперь доступен и понятен каждому. Сейчас любой житель области может узнавать его основные характеристики. Налоги, расходы на все сферы, а также как утверждали схему. Проект регионального бюджета с 26 сентября полностью дублируется на сайте правительства. Ознакомиться с планами доходов и расходов региона на 2014 и 2016 годы можно на интернет-портале. На дорогах города могут появиться камеры, которые будут фиксировать не номера автомобиля, а лицо водителя. По замыслу, при помощи новой системы фиксации нарушений сотрудники ГИБДД смогут точно определять личность нарушителя и направлять штрафы непосредственно ему, а не владельцу машины, как делается сейчас. Эксперты называют инициативу депутатов правильной, но невыполнимой. В России пока нет технического обеспечения и общероссийской фотобазы, а также и производителей, которые выпустят необходимое оборудование. Кировская область будет участвовать в общероссийских учениях. В тренировке по гражданской обороне примут участие органы исполнительной власти и местного самоуправления. Соберут руководящий состав, проинформируют население. В день учений будут работать пункты выдачи средств индивидуальной защиты, развернутые сборные эвакуационные пункты, посты радиационного, химического и биологического наблюдения. Учения по гражданской обороне пройдут в эту пятницу, 4 октября.